Мне профессор говорит, тебе нужно, вот допустим, я знаю больше. У меня такое было. Допустим, у нас был преподаватель по физиологии, а я тогда изучал все как бы уже побольше, чем просто физиология. Ну я так считаю. Хотя ученые могут со мной поспорить. Я не против тоже их мнению. Просто у меня есть свое. И мое мнение, оно такое, что есть тонкое или психическое тело, которое управляет нервной системой. Я нашему физиологу спрашиваю, я говорю, почему работает сердце? Он, можно задавать вопрос, он говорит, потому что нервные импульсы, и его обеспечивают работой, потому что есть нервная система. Я говорю, а что заставляет нервную систему работать? Какая сила ее приводит к действию? Он говорит, что значит, какая сила к нервной системе? Она сама приводит себя к действию. Я говорю, так не бывает. Что-то должно ее приводить к действию. Но он не знает, что есть право психической энергии, которая приводит к действию нервную систему. Он начал мне там рассказ про ионы, там хлора, и там кальций, которые приводят к действию нервную систему. Я говорю, эти ионы сами движутся по какой-то причине, и кто-то толкает. Какая-то сила заставляет их двигаться. И эта сила называется прана. И это объясняет, что движение праны или жизненного воздуха заставляет работать нервную систему. Теперь вопрос, а кто заставляет работать прану? А прану заставляет работать душа, которая хочет жить. И вот само желание жить в душе заставляет двигаться психическую энергию в организме. И это заставляет работать нервную систему. Теперь вы скажете, Олег Геннадь, зачем вы нам все это говорите? Это какая-то странная теория. А из этой теории вытекает вообще понимание долголетия и как жить, и как не жить. Понимаете, желание жить означает движение. Если человек не хочет длительного движения совершать, если он не хочет неподвижное положение тела совершать, если он не хочет постного десенша, то есть не хочет совершать отхеды, аскезы над собой, значит, он не хочет запускать прану на жизнь. Потому что правда при старении, она теряет силу, теряет активность. И что такое правильное чувство собственного достоинства в этом случае, которое продлевает жизнь человека, означает компетентность в этом вопросе, заставлять себя жить. Кто не заставляет человека себя жить? Ленивые люди, а означает, будут жить мало. Ну то есть если тебе, допустим, говорят, вставай рано, да я еще посплю. Двигайся больше, иди дальше, уже ты стареешь, да нет сил. Да нет, я посижу, я уже старый, не могу двигаться. Хорошо, тогда помирай. Понимаете, компетентность или чувство собственного достоинства правильно означает заставлять себя двигаться, иначе смерть. Потому что движение активизирует прану, прану активизирует прану со всего организма. Понятно? Я вам с этой точки зрения объяснил, что такое чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства означает иметь свое мнение. Вот тебе говорят, ты в возрасте уже поменьше ходи, поменьше бегай, отдыхай больше, или с-дыхай. Одну букву поменять. Пока.